Здорово Amigas! Значит, ну там все дела, снова вы, снова я, снова игруля Сома, да, от разработчиков Пенумбра. Начну я, пожалуй, не с этого, а с того, что на днях вышло видео, в котором я сказал, что у меня какие-то проблемы, почему-то самые наивные люди решили, что это проблемы из-за Джова, из-за Wargaming. Нет, проблемы с виртуальным каналом это вообще не проблема, из-за этого ныть на весь мир может только Лаконавтер. Другой человек бы спокойно завелся, новый канал и там сидел, сменив партнерку на более лучший вариант, пользуясь таким случаем. Поэтому копирую и перзезаливаю видео про Джова, вы мне никак не поможете. Можете это делать исключительно для своего удовольствия, мне это как бы... Я в травле, в травле Джова никакого участия принимать, собственно, не буду. Вот, но с другой стороны, если у вас есть какие-то связи, не знаю, в питерской прокуратуре, может быть, ФСБ, там, в каких-нибудь эшелонах власти, чтобы повлиять на определенные процессы, которые произошли в моей жизни, вот тогда можете связаться со мной. Вот это будет, да. Говорить, что случилось, я не буду, я только могу вам сказать, что на втором канале есть видео, которое, по-моему, ну, ссылка под этим видео будет, вот. Видео называется «Наша милиция нас бережет». И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что с таким уровнем вангования я мог бы победить в передаче экстрасенсы, блядь, битвы экстрасенсов на ТНТ, к сожалению. Ну, сейчас пока то да сё, настроение всё равно говнище, конечно, полное. Но сидеть и нихера не делать, ну, тоже не выход, поэтому предлагаю посмотреть на игру Сома, вроде какой-то ужас, хотя по сравнению с тем ужасом, который происходит в моей жизни, блядь, ну, попробуй, напугай меня, давай. Ладно, реальность это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Филипп Дик. Видим, какой-то известный мыслитель. Саймон, всё в порядке, у тебя, кажется, кровь идёт. Ничего страшного, просто из мозга всё время кровь идёт после аварии. Кровь из мозга. Это мне пригодится для сканирования, она зелёная? Нет, она была красная, я видел только, что Эшни, мне нужно кое-то чё тебе сообщить. Сэмон, только не надо, какая тётя Мотя. Почему субтитры исчезают так быстро? А кто такой Дэвид Мунши? Почему никогда не хватает времени? На что тебе не хватает времени? Накрасится с утра перед работой! Тут он просыпается, видит свою жену ненакрашенной, и это, боже мой, ужас. Подсказка, с предметами можно взаимодействовать, нажав РТ. Так, игра для джойстика, понятно. Чё-то, чувствительность какая-то, просто огонь. Это кто ему в полдесятого звонит? Мне в девять утра последний раз звонили, чтобы я из Техношок и заказ забрал. Вот, блядь, нашли время. К сожалению, я немножко забыл прочитать, про что это игра. Но, в общем-то, все хорроры про одно и то же. Ходим, бродим, чё-нибудь смотрим. Чё это написано? Я знаю, я узнаю этот шрифт, у меня для фотошопа такой есть. Я не могу его прочитать. Вот эта первая буква, это И или что, или Н, или Эйч. А шрифт, по-моему, что-то типа 60 или Биошок. Я не помню, где ты его использовал, но да ладно. Так, тут у него какие-то бичовские постеры. Чё за задание, чё надо сделать? Маркер какой-то найти. Радиоактивный маркер, где же ты? Чтобы вращать объект. Так, значит, чё это такое? Борода какая-то. 7 минус 12 для это время. Хрен его знает. Открыто. С какой-то... Скорее поправляйся с любовью, мама. Странно, что мама не на обороте подпись сделала, а на лицевой стороне. Так, спасибо. Вам ещё раз засогла участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Россия в Торонто. Но поскольку мы не можем влиять на них расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Искренне ваш, Дэвид Мунши. Так, значит, главный герой подвергся какому-то эксперименту. Сразу... Что? О, ништяк. Сразу вспоминаю фильм «Без чувств». Интересно, никогда не понимал, зачем нужно окно в туалете. С него зимой наверняка сквозняк. А если ещё и дом какой-нибудь советский, то сквозняком, наверное, ещё и с горшка сдувает периодически. Я не хочу оставить доктора ждать. Я покажу, когда я вернусь. Давай холодную, холодную. Так, мне надо найти какой-то реактивный маркер, но я даже не представляю, как выглядит реактивный маркер. Слово маркер у меня с фломастером только ассоциируется. Карта разума Альберт Эйзексон. Какой-то учёный-еврей написал какую-то карту. Труд по анатомии человеческого мозга, положительно отмеченный критиками за доступность и содержание. В нём подробно описаны функции головного мозга в наше восприятие сознания. Узнайте, как ваш мозг зависит от тела и почему его нельзя сравнивать с компьютером, а также много других увлекательных фактов. В это издание включены две совершенно новых главы о развитии мозга и его влиянии на наше поведение на разных этапах жизни. Ёб твою мать, я и так всё могу нам на пальцах объяснить мозг, чтобы думать. Как он влияет на поведение? Да напрямую. Как он мягко влияет? Всё от него зависит. Это Дези. Ты работаешь на сегодня или что? Чувак, драцену палить забыл, по-моему. Пицца. Тупица. ЛБ. Так, здесь тоже нету реактивного маркера. Здесь какой-то полуфабрикатный ховец. Пицца в основном. Ну, главный герой неплохо питается, судя по этим наборам. Что вот у него там? Макарошки. А справа, что это за фекалоподобная жижа? Вот её бы я жрать точно не стал. А это что у нас? Наверное, бройлер какой-нибудь замороженный. Там что-то даже написано. Так, маркер. Мне нужен маркер. Реактивный маркер. Чтобы открывать и закрывать выдвижные ящики. Да что вы говорите. Как выплыла эта подсказка, у меня сразу перестало это получаться. А во. Хукит. На крючке. Робин МакКоннелл. На крючке у Пуджа надо было написать. Марк и Диана Миллеры наконец-то нашли время на отдых. Ему удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьёй выехать на Гавайи в отпуск. О котором они так долго мечтали. Но когда первый день отпуска подошёл к вечеру и на двойкике стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращался в настоящий ад. Их опутывают тысячи тонких струн, вышедших из глубины океана, кричащих от ужаса пловцов. Медленно затягивает тёмную бездну. Вместе с ними в плен жутких щупалец попадает их семилетний сын Чарли. Роман на крючке полон мистики и жутких тайн оторваться от этой книги просто невозможно. Господи, да я это, блядь, описание еле дочитал, ну и дерьмище. Единственный ад на Гавайях был, когда на Перл-Харбор на лёд устроили. Вот это ад был. Так, реактивный маркер. Сука, где ж ты, реактивный маркер? Я вообще выйду из этой комнаты сегодня или нет? Еб твою мать. Да. Чувствуется умелая рука разработчиков Пенумбры. О, нифига. Чё, реально? Это новый уровень просто апгрейда унитаза. Всегда хотел иметь ручки. Чтоб не подлетать. Я просто вообще не понимаю, ну чё. Какой нахер маркер? Где тут маркер? А, во. Ещё чё-то появилось. Я так понял, что это симулятор просмотра фотографий какой-то, блин. Больше так-то делать нехрен. Гримуар. Робин МакКоннелл. А это местный писак, а этот автор этого потрясающего романа на крючке. Счёт какой-то. Гадутан, блин. Или чек. Доктор Эрин Пик. Фотка главного героя с какой-то клавой, видимо, да. Ну и... Ну и да, моему досталось, ёптить. Ну я про то, что он главный герой игры, а у них обычно тёлки симпатичные, а у него прям такая жизненная фотка, блядь. Ну чё я, блядь, я хер его знает, чё делать-то надо. Новый рецепт, давай новый рецепт. Я рада слышать, что головная боль мучает вас реже. Последние анализы показывают, что ваш мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать. Да пошла ты в жопу. Выходной в субботу, поскольку ты, наверное, уже забыл, напоминаю, что завтра иду к доктору. Отправить, ну давай отправить. Мираж хотите отправить, конечно. Джессика, пошла ты в жопу отправить. Чё делать надо, чё делать надо? Я в эти ящики заглядывал? Оп, стоп, а чё? Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города. Пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. То есть мы в Канаде, походу. Торонто же в Канаде, да? Вчера на перекрестке Блур-Стрит и Исподина Роуд водитель внедорожника проехала на красный свет и врезалась в другую машину. Как выяснилось, позже её отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое делались ушибами, второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира и 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнула с кровью в лёгких ещё до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший. 26-летний Саймон Джеррид выжил, но получил сильную вещь и предположительно необратимое повреждение мозга. Водитель внедорожника, чьё имя не раскрывается. Полиция уверяет, что случившись в несчастный случай, избежать аварии было нельзя. Это ещё один намёк, что... Я думаю, что как бы это элемент борьбы с пробками. Вам намекают, что на метро ездить намного безопасней. Учитывая... Пора уже, знаете, агитки выпускать. ДПС напоминает, безопаснее всего ездить на метро. Запятая. Учитывая, скольким дебилам мы продаём права водительские ежегодно. Мир кино. Главный журнал на кинематографе. Летние блокбастеры. Японская анимация. Пик славы. Трюк против компьютерной графики. Что такое... Что такое бутылочное кино? Мощная отдача 2, безупречное исполнение на экранах с 13 декабря. О, главный герой умеет читать вверх ногами, походу. И не перевернуть же. Вот отстой. Ладно, в жопу. Я просто не врубаюсь, где лежит этот обосанный, обосранный маркер. Возможно, что его здесь нет. Надо идти к врачу. Надо выпить маркер. Какая-нибудь кнопка светящаяся. Интересно-то как... Сим Джаред. Ну, открывать будем, нет? Видимо, нет. Маркер, маркер. Мне надо выпить маркер. Ну, давайте подумаем, где может быть маркер. Подождите, маркер это, вероятно, таблетки. Вот он. То есть на кухне, блядь. Ну, отлично вообще. Чтобы использовать меньше всего ваш препарат, нажмите RT, когда предметы прожарятся на экране. RT, RT. Это правый. Задний стик. Ну, триггер, вернее. Видно, что бутылка пустая причем. Она настолько пустая, что пальцы главного героя проходят сквозь ее текстуру. Чем-то похоже на молоко, но на вкус как монету лизать. На вкус как лизать монету, это похоже на молоко. А, в смысле консистенции похоже на молоко, а на вкус как монету лизать. То есть металлический, да? Кто из вас вообще лижет монеты? Ну и сравнение. Сегодня ты монету полизал, завтра ты, блядь, глистами посрал. О, Вилл Смит. Че, обеднел, братан? Озгуд, следующая станция Озгуд. Редкий случай, можно полюбоваться на американский метрополитен изнутри. Вот нахрена у них вот эти вот лавки поперечные. Че не дают? Джесси Гримуар, редиска. Боярской. Телефончик-то садится. А, так мы же не американский метро, мы же в Канаде, по-моему. И в Канаде есть бомжи. Не, этот негр надет, одет так мажорно в костюме с планшетом. Почему у него нет своей машины? Какая тетя Моти сидит, скучает. Вот эта белобрысенькая, да? Такая. Че тут рекламирует? Какой-то кофе, еще какое-то говно. Да, игра получилась добротная. Ехать в игровом метро, блядь, так же скучно, как в реальном. Просто отстой. И это игра про ужасы. Обалдеть вообще. Доктор Мунши, походу, съехал отсюда неделю назад. Где все? Я думал, что этот город был очень busy. Я не буду читать, что у него там на компе, потому что мне вообще не интересно. Блядь. Вообще классный, блядь. Так, давайте посмотрим, какие кнопки здесь вытерты. Вот это, вот это, вот это. И вот это. И вот это. А сколько цифр вообще надо натыкать-то? Сейчас я хакну эту детку. Я такие домофоны, блядь, в середине нулевых с ноги открывал. Вообще все знают, что, по-моему, домофоны нулевых открывались все одним и тем же кодом. По-моему, надо было три кнопки нажать угловые слева. То ли 1, 2, 6, то ли, я не знаю, короче, ну. Кто жил, тот понимает, о чем речь. Кто застал, вернее. Все заперто. Мне запрещено указывать код в почте смс, так что оставлю где-нибудь записку с ним, в тот случай, если мы его забудем. Так, записочка с кодиком, да? С кодиком записка. Игра чуть не зависла к херам. Что-то он моторолу заряжает, что ли? Как и положено любой игре от малоизвестного разработчика, игра, сука, лагает, блядь. Кстати, контора шведская, в дальнейшем я буду произносить, что она русская. Просто здесь немножко отредактировал. Пять, два, пять, ноль, один. Это, видимо, есть код. Ненавязчиво так написанный. Два, пять, ноль, один. И мы счастливы. Ну что ж, это была лёгкая задачка. Чтобы бежать, нажмите ЛТ во время передвижения. И от кого мне бегать-то? Ещё и с такими лагами далеко не убежишь. Аптечка не открывается, понятно. Чё это за значок? Наверное, туалет для метеоризированных пациентов. Так, там темно. Давайте попробуем. Последняя дверь. Ах ты, сучка, ты открылась всё-таки? Вау! Какой кабинет классный. Тогда сначала в этот. Да. Серверная, всё понятно. Дело тут нехрен. Вот именно в этом кабинете особенно классно смотрится анатомия человека. Непонятно, за кем хреном она нужна, если здесь серверная. Главное, что именно вот в этой комнате начинает дико фпс проседать. Вот смотрите, сейчас фпс 30, я перехожу через порог. Опачки, 60 фпс, я клянусь, я клянусь, это правда. Опачки, 30. Опачки. А, надо отвернуться. Опачки, 60. Опачки, 30. Это что, из-за монитора из-за лагающего, что ли? Балдеть, вообще, блин. Разработчик-то от бога, вообще от бога. Ручки-то золотые, ёптэть. Золотые, в смысле, обоссанные, дождиком золотым. Доктор Мунши, как и положено, обладателю такой фамилии, видимо, индус. Это похоже на седуху из фильма «Вспомнить всё». Хотя нет, там по понтове было. Начнём, когда вы будете готовы. О, снова фпс нормальный. Надо в ту лагучую комнату не заходить. Я даже вот в ту сторону просто поворачиваюсь, и у меня сразу фпс 30-очка становится. Шикарно вообще. Давай, залетай, полетели отсюда. Опять 30. Ты закрой дверь, пожалуйста, доктор, слышишь? А то у меня 30 фпс. О, на меня надели шлем айронмена, я надеюсь. О, нифига. Это детектор лжи какой-то, походу? Торонто, Кананда, Дэвид Мунши родились в 88-м году. Плоская нейрограмма, версия 6. Отлично, всё в порядке. Это какой-то, видимо, прототип очередного нового МРТ. Телепортация. Пока в игре «Ночь и загрузка», хочу посоветовать всем посмотреть фильм «Земля будущего». По-моему, очень классное кино. В духе фильма «Автостопом по галактике» и всего такого. Очень-очень красочный, очень, вообще, фильм, наверное, лучший из-за последнего времени. Хотя я сейчас из-за своего состояния смотрю кино и просто вообще не понимаю, о чём она. Поэтому я посмотрел разлом со мной Андрея с каким-то лихим равнодушием, но... Именно вот... Как бы... Вот этот... Как я, блядь, его назвал? А, «Земля будущего», вот она как бы... Она реально отвлекает прям. Прям погружаешься в этот фильм. Фильм. А, вот и хоррор начался. Тридцать три фпс-а. О, водолазные костюмы какие-то, смотрите. Да. О, кровь! Кровь! Кровушка пошла! Ну всё, хоррор, блядь. Детям до восемнадцати не смотреть, ёптетик. Крови намазали тут три грамма, ёптетик. Сто грамм крови размазывали по всему полу. Вон кого-то утащили, походу. Чё такое надо-то? Ща попробуем сломать это говно. Нихт. Так. Как открыть эту херню? Служебная консоль. Чтобы получить доступ, вставьте... Омни-инструмент. Эээ... У меня проблема со вставлением омни-инструмента. У меня нету ног. Соответственно, нету и моего омни-инструмента, чтобы его сюда вставить. Подсказка, что... Бросьте, держим предмет, нажмите ЛБ. А-а-а! Наверное, надо в окно его бросить. Блядь. Ну, ход мысли у меня был поначалу правильный. Ну, лопни моя задница. Ух, хоррор начался наконец-то. Ух, страшно. Ух, блядь. Чё это такое? Ох, ни хрена они заперли. Прикольненько. Если бы ещё не лагало... Вот Alien Isolations, да, он был на Unreal Engine сделан. Он и то не лагал. Почему-то вот эта сома сделана на движке, я не знаю. Ну, давность этого движка, очевидно, года 4, если не 5 лет. Это похоже на Source, я думаю, да? Это какая-то механическая крыса. Крыса из нержавеющей стали. Знаете, я в детстве очень не хотел читать книгу под названием «Крыса из нержавеющей стали». По-моему, такое уебанское название, что просто жопа. Но, тем не менее, советую всем прочитать, строго всем любителям фантастики, читать всю серию книг про крысу из нержавеющей стали. Это, наверное, лучшая книга, или одна из лучших. По фантастике я в шоке, что до сих пор кино не сняли. Ну, я не знаю, кто решает, какая книга достойна экранизация, а какая нет. Но некоторые эпизоды из фильма «Крыса из нержавеющей стали» так или иначе были воспроизведены в фильмах. А может, и наоборот, в книге появились после кино, не знаю. Чё тут, замочек, что ли, какой-то? Замочек. Значит, мне нужен ключ. Чё за борода? Главный герой, очевидно, в какой-то виртуальной реальности бродит. Как я делал это? Тут мир захватили, видимо, машины какие-то. Главный герой, видимо, одел шлем и немножко выпал из матрицы. Я даже нихера не понимаю, чё мне надо сейчас найти, ключ или что? Или мой маленький омни-инструмент, сука твою мать. О, туалет. Бабский и мужской. Мультисральник. Вот зачем мне возможность поднять очко, опустить очко? Зачем мне это надо? Это так похоже на мою учительницу по математике, я не знаю. Домашку сделал? Или, 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 или... А чё? Дневый ник. Нас, блядь, она глючит, не опускается, говнище. Сука, ну игру сделали, твою мать. А, я нажимаю здесь на эту херню и у главного героя сразу происходит какое-то... Ага, включается аудиозапись, главный герой начинает, видимо, дико плющиться от головной боли. М-да. Всегда говорилось о том, что такие, игры такого плана, они не должны, они обязаны быть, сука, линейными. Потому что любой инди-хоррор, он, сука, всегда линейный. Даже самое последнее говно, как Daylight, или как там его... Оно линейно. Здесь же, сука, чё-то я вообще не понимаю. Чё, куда идти, чё идти? Попробую замок сбить огнетушителем. Я видел, в кино они так делают. Да, хрен нарыло. Может, надо костюмчик одеть? Пф, блядь. Со стороны может, конечно, показаться, что я туплю, но, ёптвою мать, я вообще реально не догоняю. Чё, блядь, от меня хотят? Ну, серьёзно, чё это за отстой? Да, в рот компот. Огонь игра, пацаны, огонь. Я вообще не улавливаю в сути замеса, но как... Только ж спросил у чувака, чё делать, он говорит, надо искать места, в которых у главного героя как раз начинает плющить. Типа вот у какого-то домофона, или как у какого-то из этих роботов его. Вот. А, может, у этого... Ты можешь говорить, говорить, как остальные. И... наклоняться зачем мне наклоняться а вот появилась щель в стене в которой можно ну понятно хоррор про роботов это я не знаю это наверное самый блять не страшный хоррор какой только мог быть хоррор про монстров бывает про зомби про психов про призраков про про что угодно но блять хоррор про роботов я такого даже в детских в детских фильмах не видел блин вы когда-нибудь видели вообще страшного робота это кто такой был хоть кроме бендера блять который бухал и курил уже учат красться я резко. Базара нет. Ну, я грёб. Что ж, и мы продолжаем. Видимо, я всё сделал правильно. Как говорил какой-то неизвестный философ, иногда, чтобы сделать шаг вперёд, просто нужно получить пинка по жопе. Снова можно почитать какое-нибудь, блядь, тупое говно про Omni-инструмент. Это сложное устройство для доступа к... Пошла ты нахуй. Вот, блядь, в Alien Isolations, чтобы подобрать вот это говно с пола, никакую херню читать не надо было. Omni-tool V2-5. Чтобы открыть список предметов, нажмите стрелочек. Ай, стрелочек. Так, у меня есть Omni-инструмент. И чё мне надо от Omni- инструиноментировать им? Я понял, я понял. Мы, видимо, находимся в Сколково, в мировом центре нанотехнологии разработок сложнейших проектов и изучения активности инопланетян и паранормальных явлений. Я просто не знаю, чем занимается Сколково. Но денег вбит в них прилично. Мне кажется, за такие деньги они должны просто, не знаю, исследовать марсианские технологии. Так, эта игра научила меня ползать, значит... не знаю, ну... Оно в канализации, как... как памятный Жора из Alien Isolations. Только там был Жора, а здесь, видимо, киборги заполонили землю. Главный герой влепился с жопой, блядь, в розетку 220, которую каратит. Ну, не знаю, насколько хороша эта игра и кому она будет интересна. Отличный... Отличный у меня ключ. Причём на вот эти звуки... Чё-то никто не сбегается, а... Ошибка доступа озвучена здесь очень громко. И... Это тупик. Я помню, я играл немножко в Пенумбру. Там преимущественно надо было прятаться в темноте от монстров, от каких-то задачки решать, типа сплющить монетку в этих... на верстаке, чтобы открутить монетки винтики, открыть решёточку, там какой-то охлаждённый кока-колой термометр. Но я очень недолго играл в эту игру, она мне показалась, ну, реально, ну, скучной. Мне она не очень понравилась. Видел я игры и получше. Хуже, конечно, тоже видел. Но на плохие игры равняться не стоит. Надо равняться на лучшее. Вот Layers of Fear вышла, пожалуйста. Ни разу не было такого, чтобы я в Layers of Fear пошёл не в ту сторону. Да, эта игра в первую очередь пугает своими звуками, видимо. Единственное место, куда надо было вставить тёмный ключ, было в той комнате, где я появился, насколько я помню. То есть, дед здесь. патчат. Статус системы. Чё за борода? Какой нахер ящик для чипов, господи, что это за чушь? Чип какой-то ещё. Ориентация. Перечень. То есть, мне теперь надо пойти, блядь, и где-то в темноте найти чип, чтобы чип вставить в омни-говно, блядь, на этом станке. И тогда это омни-говно, видимо, будет открывать двери. Господи, как интересно, блядь, потрясающе. Всю жизнь мечтал ходить, искать говно всякое в темноте. Верните мне этот сканер, блядь, обратно на родину. Кресло пилота. О, точно, мы вышли в матрицу. Ты что-нибудь понимаешь, когда смотришь на эти нули-единицы? Не, делаю вид, сижу тут для важности. Да, что я, блядь, себе хочу сказать, что с меня, конечно, хватит больше, я не хочу играть в эту игру. Она не то, что хоррор, она какая-то мозгоёбная, по-моему. Ну, что-то вообще, как это всё умно-заумно, прям вообще, ну, я не знаю. Тут уже каких-то надписей и компьютеров было больше, чем за весь Alien Isolation, смать его. И, блядь, чип какой-то, Игорь, скайф в темноте, вы мне хоть фонарик бы дали, может, у меня хоть шанс был бы что-то найти. Это вообще закрыто, ну, и что тут делать? Да. Игра строго для любителей непонятных инди-игр. А я уверен, что это всё-таки инди-игра. А, тут короткая дорога была. Ну, у меня нету чипа по-прежнему, у меня нету этого, блядь. Ладно, короче, понятно, игра шедевр, 10 из 10, но играть будете вы в неё сами, потому что я, я манал, короче, я не знаю. Ну, серьёзно, нельзя игру делать так занудно, что даже в первом коридоре надо ходить, искать какие-то чипы, какое-то говно, блядь. Ну, серьёзно, это какой-то бред. Я даже не знаю, с какой игрой её сравнить, чтобы она смотрелась хоть как-нибудь выигрышно. Omnitool, видимо, здесь чип должен быть, да? Нет, не здесь, нет, не здесь. А, отлично. И опять всё лагает. Вот, видимо, один из наших врагов, видите? А, это человек, это человек, это человек, это человек, Рачила. Вон у него, это всадник без головы, вон. Да, и где-то тут надо искать чип, понятно. Да, я не знаю, о чём думал разработчик, когда придумывал свои чипы для Omni-ключей. он явно думал не об игроках. Либо сам очень мало играл в эти игры. Ну, я в его игру поиграл уже больше, чем достаточно, я считаю. Графика, ну, так себе, серьёзно, она хуже, чем в Alien Isolation, в том же, да? Оптимизация, соответственно, графики тоже хреновая. Всё как-то не очень. Короче, ладно, всё, надоело. что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, всё такое.